МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые свежие события из мира кино. Секреты создания фильмов. Личная жизнь актеров. И, конечно, грядущие новинки проката. И все это в одной программе. В эфире Кинокайф. С вами Ирина Машегородцева. И Мария Рунич. Приведите к экранам. Мы начинаем. Так, это не подходит. Так, здесь какой-то фундамент хиленький. А вот это, как тебе? Ира, а что ты... Ну, я думаю, что тоже, наверное, не подходит. В общем, я решила, что остановимся вот, наверное. Ира, что ты делаешь? Работаю, как видишь. Как думаешь, соответствует ли градостроительному кодексу? Господи, какие непривычные для тебя слова. Ты метишь на место главного архитектора города? Нет, я планирую стать специалистом по безопасности небоскребов. Из выпуска выпуск все интереснее. Ну и зачем тебе это? Я хочу стать, как мой любимый актер Скала Джонсон. Ну так он же актер. А в фильме «Небоскреб» он специалист по безопасности небоскребов. Ах, вот оно что. Ну ты давай тогда не халтурь. Иди сначала в армию. Потом попади в элитный отряд. Зачем? Затем, Ира, что в этом фильме главный герой Уилл Форд служил в элитном отряде ФБР, вернулся домой героем Родины. И уже только потом, решив, что больше не хочет утвергать свою жизнь опасности, он устроился работать экспертом по безопасности небоскребов. Не, не, не. Это очень долго. Я сразу в специалист пойду. Буду вот смотреть чертежи и говорить, что вот этот небоскреб сносите, он, там, стрёмненький, а вот это самое безопасное место в Сарове. Дуэйн тоже так говорил. А что было дальше, ты помнишь? Конечно, это же мой любимый фильм. Дальше из-за серьезного замыкания начался сильнейший пожар во время рабочего дня. В СМИ обвинения обрушились на Форда, что он допустил непростительную ошибку, посчитав небоскреб безопасным, и он пообещал лично разобраться с этой ситуацией. Начал красиво и героически спасать людей, а потом еще оказалось, что там и его семья, и... Что-то я уже не уверена, что хочу работать, как в этом фильме. Да, героически спасать людей из огня на высоте ты точно не сможешь. Да и в Сарове не хочу тебя расстраивать, небоскребов нет. Ну и ладно. Зато фильм крутой. Я бы еще раз сходила на него в кино. Но его уже не показывают на больших экранах. Зато показывают другие, не менее крутые фильмы. Просто посмотри трейлеры. И первая новинка этой недели от создателей Гарри Поттера. На экраны выходит вторая часть фильма «Фантастические твари. Преступления Гриндевальда». Могущественный темный волшебник Гриндевальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели – установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Гриндевальда, Альбус Даммолдер обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. Так, а что у нас сегодня с новостями? Второй сезон «Молодого папы» увидит свет в 2019 году. В ноябре об этом сообщил создатель телепроекта Паула Сарантино. Прям так и сказал, приступая к съемкам второго сезона в ноябре. И в ноябре следующего года он появится на экранах. Для тех, кто не смотрел, премьера первой части «Молодого папы» была еще в октябре 16-го. Это проект из всего 10 серий, смотрится на одном дыхании. Это история итало-американца Лени Белардо, избранного папой римским. Леня – сложный человек, который ведет себя эксцентрично, а иногда и пугающее. И действия его на посту папы предугадать не так-то и просто. Поэтому кардиналы постоянно притут свои интриги против него. Так вот, в начале июля стало известно, что Дзюд Лоу во втором сезоне вновь сыграет Лени Белардо. Плюс ко всему к актерскому составу в сериал добавится и Джон Малкович. Подробности сюжета «Нового папы» не раскрываются. Неизвестно даже, кого именно сыграет Малкович. Продолжение, судя по всему, сохранит в себе элементы оригинала, но при этом будет самостоятельным произведением. А съемки «Нового папы» пройдут в Италии. Знаете, должно быть снято, но очень красиво. На сегодня это все. Если вы любите кино так, веселье, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайф». С вами была Мария Арунич. И Ирина Вашегородцева. До встречи на канале «16». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин